Творения, отнесенные в издании Миния к подложным, Фурия, беседа на слова, и увидел Бог все, что Он сотворил, и вот весьма хорошо, и о том, что божественные слова дороже всякой сладости. Прекрасны луга благочестия, невременные цветы на них красуются, они обильно украшены цветами небесными. Цветы же благочестия не иной, что как плоды добродетельной жизни. Добродетели возводят нас к той дивной, первообразной красоте, какую человек обладал, будучи создан по образу Божию и подобию. А это подобие подобродетели никому из нас не позволяет называть вместо человека лошадью. Кто стремится к нему, того нельзя уже назвать ни волом, ни драконом, ни змеей, ни скорпионом. Возвышаясь над этими бессловесными, мы и являемся и называемся и сознаем себя образом Божиим удивительным и досточтимым, сохраняющим первообразную красоту вида. Ты, господин над бессловесными, не подражаешь нравам своих рабов. Впрочем, не потому, что бессловесные дурны. Благость Творца не создала ничего худого. Обыкновенно мы сравниваем с животными тех, кто живет несогласно с добродетелью. Но отсюда нельзя заключать, что животные сами по себе злы. Тогда что значили бы слова Писания? «Видел Бог все, что он сотворил, и все хорошо. И не просто хорошо, но весьма хорошо. Однако, если твари служат для нас олицетворением злого, обыкновенно олицетворяет тиранство, змей – хитрость и коварство, скорпион – сварливость, а волк – хищность, то каким образом могли бы быть добрым твари, которых мы так явно принимаем в качестве образцов злого? Любознательный путь знает, что по своей природе твари не злые и не называются злыми, а что в подобных случаях имеется в виду состояние, приличное бессловесным. Кто идет против своей разумной природы, тот унижает свое достоинство и помрачает свою разумную свободу. Ты получил, о человек, достоинство господина. Не стремись же занять место в ряду бессловесных, рабски и бесчестно. Подражая зверонравию бессловесных, ты унижаешься. Не потому, что бессловесные злы по природе или считались такими, но потому, что они являются образом бесчестного и рабского, неприличного свободным. Ведь всякий человек, порядочный и почтенный, если он обречется в одежду раба, унижается и срамится. Не потому, что одежда сама по себе зла и марает человека, но потому, что она прилична только рабу и не соответствует достоинству свободного человека. Точно так. Если мы усвояем себе нравы скорпиона или волка, то не природа бессловесных опорочивается в этом случае, но твое унижение, что ты, будучи господином, поступаешь как раб. Эта оговорка была необходима, чтобы кто-нибудь сказанного не поставил в укор созданию, как будто бы Бог сотворил что-нибудь злое. Все в полном смысле было хорошо. И даже весьма хорошо, пока сохраняла свой строй и жила по свойственному ему закону. Чтобы внушить тебе, возлюбленный, что в Божьем создании по природе ничего не было дурного, Бог пользуется и неразумными тварями для того, чтобы наставлять нас их примером. В самом деле, Он научает нас подражать некоторым качествам бессловесных, чтобы мы не приписывали созданиям, а тем более самой их природе, зла. Но знали, насколько они соответствуют своему предназначению. Разве ты не слышал, что говорил сегодня приточник? «Иди к муравью, о ленивец, и поучись у него» – притча 6.6. И разве ты не уразумел, как, поставляя нам в пример трудолюбие муравья, премудрый наставил нас быть усердными, без лености? Недостаточным ли для тебя уроком служит это указание на трудолюбие муравья, или подобная ему ссылка на искусство пчелы? Да, возможно, как я уже сказал, возможно заимствовать и у бессловесных некоторые качества, соответствующие разумной природе. А вместе с тем, такие указания служат к нашему стыду и посрамлению. Если ты не подражаешь Богу, подражай хотя муравью, таков их смысл. Не случалось ли тебе слышать, как родной отец, осуждая своих детей после многих наставлений, ставит им в пример своих слуг, и, притом делает это во всеуслышание, подражая, наконец, слуге, низшему по достоинству, но более тебя дельному? Точно так и человеколюбивый Бог, исправляя наше нерадение, приводит муравья, обличающего нашу леность, и пчелу, обличающую нашу распущенность. А отсюда очевидно, что в создании Божьем нет ничего злого, и что Богом даны нам чувства и разум, чтобы избегать нрава бессловесных и подражать их лучшим свойствам. Так, лев, может быть для тебя примером добродетели, когда ты подражаешь ему не в насилии, а в мужестве. Иное дело насилие, а иное дело мужество. Потому-то Писание, возвещая спасителей, имеющим произойти от Иуды, и говорит «Лев из колена Иудина». Видишь ли, какого сравнения пользуется Божественное Слово качествами и свойствами бессловесных? Лег, уснул, и кто разбудит его? Можно, значит, подражать льву с разумом. Но можно подражать и змее, не в том, конечно, что она извергает яд, но в мудрости, как именно и говорил Спаситель апостолом, будьте мудры, как змеи. Конечно, если бы это творение было злым по природе, не стал бы Господь к подражанию ему призывать свой собственный образ, будьте мудры, как змеи. Это означает, конечно, подражай не яду змеи, не злобе ее, но мудрости. Если будешь подражать ее ядовитости, против тебя возопьет Давид, обвиняя и говоря, «Я росих по подобию змеи». Псалом 57.5 Если же будешь подражать мудрости, то будешь учеником Христовым. Будьте мудры, как змеи. Так как змей был мудрейший из всех зверей, как сегодня было читано, то человеческой мудрости противопоставил его мудрость, не для того, чтобы ты научился коварствовать, но чтобы научился избегать коварства. 842. Конечно, человеколюбиец Бог хочет, чтобы мы были не коварны, но искусны. Иное дело быть коварным, иное быть искусным. Искусство состоит не в том, чтобы совершенствоваться в зле, но в том, чтобы избегать зла. И пользоваться искусством нужно не стоить целью, что строить козни ближним, но стоит, чтобы избегать сетей других. Между тем, убийство, предательство, обиды ближним. Вот каковы дела коварного. В этом смысле искусным был Яков, мудрый, как змея, но чуждо ее ядовитости. Ожидая встречи с братом своим Исавом, дышавшим злобой и братоубийством, он просил Бога, «Господи, избавь меня от брата моего Исава, его я боюсь его очень». И умолял его, вооружаясь против злобы молитвою. А встретившись с братом лаской и обходительностью, Яков укротил его злобу и потушил гнев. Что же говорил он Исаву? «Я увидел лицо твое, как увидел лицо Божие». Конечно, если Яков говорил это с тем, чтобы при помощи обмана одолеть брата, он поступил худо. Если же его слова были внушены ему желанием избежать грозившей опасности, тогда он хорошо воспользовался искусством. Будьте мудры, как змеи. Не злобны, не ядовиты, но мудры. И в то же время просто как голуби. Впрочем, и самый голубь может служить примером как добра, так и зла. А как? Послушай. Если ты уподобляешься голуби без рассудства и недальновидности, обладаешь опытностью только во зле, то Писание осуждает тебя как безумного. «Ефрем, — говорит он, — как голубь безумный, не имеющий сердца». Осия 7.11 «Но если, избежав безумия, ты сохранишь чистоту, то достигнешь совершенства без примеси зла. И тогда именно исполнятся на тебе слова Господа. Будьте мудры, как змеи и просто, как голуби». Итак, брат, не просто читай Писание и не злоупотребляй его сравнениями. Ты видишь, что одно и то же сравнение употребляется здесь в разных смыслах, притом столь различных. Хочешь еще более убедиться в этом? Вникни поглубже в приведенные выше слова Писания, где говорится о льве. «Вот лев Иуда, сын мой, вошел, возлег, уснул, как лев». Здесь слова «как лев» означают мужество. «Но ведь и к праведному прилагается тот же образ, праведный смел, как лев». Притча 28.1. А праведный, мужествен, конечно, ни в дело, ни зла, но в презрении к тому, что угрожает ему со стороны дурных людей. Называет Писание Спасителя львом и потому, что он происходил из царского племени. Ведь как лев является царем четвероногих, так у иудеев царская власть сосредотачивалась в колене Иудином, от которого произошел Спаситель. И не подумай, возлюбленный, что неприлично уподоблять Христа льву. Этот самый образ Писания прилагает даже и к самому Богу. Послушай, что говорит пророк. «Лев возревет, и кто не убоится, Господь Бог возглаголит, и кто не вострепещет, а мост ревосемь?» Конечно, могущество, царственное достоинство и страх, внушаемый окружающими, вот те общие черты, которые имеются в виду при уподоблении Христа льву. Называется львом и дьявол, но уже не как могучий и грозный, а как хищник, как насильник, как губитель. О нем блаженный Петр Апостол говорит. «Вот противник ваш, дьявол, ходит как лев рыкающий, ища кого поглотить, вникая же в различия читаемого и подразумеваемого, и пусть видимое противоречие в употреблении одного и того же слова не вводит тебя в заблуждение». И тут и там Писание говорит о льве, но в одном случайно имеет в виду могущество и царственное достоинство, а в другом – хищность и губительность. Точно так же один и тот же образ употребляет Писание и о праведном, и о нечестивом. Праведник говорит он, как теник просветет, и как кедр ливанский умножится. Но оно же говорит, и о нечестивом видел нечестивца грозного, как многоветвистое дерево, кедр ливанский. Псалом 36-35. Вот как Писание употребляет один и тот же образ, но придает словам различные значения. В самом деле, о нечестивом сказано, видел нечестивца грозного, а праведнике же не сказано, что как кедр ливани просветет, но умножится. Подобным образом нужно понимать слова Писания и в том случае, когда оно получает нас подражать пчеле в ее трудолюбии. Иди к пчеле и посмотри, как она трудится. 36-8. Удить. Узнай. Не то, что она имеет жало, но что она производит мед. Если ты стремишься подражать ей в ее способности пользоваться жалом, то осуждает тебя Давид, говоря, вот народы, обошли меня, как пчелы сот, и именем Господнем не изложил их. Видишь, как врагов уподобляет пчеле нападающей, а праведных пчеле добивающей мед. Уста мужей праведных, говорит мудрый, каплют премудрость. Прича 10-32. Сотовый мед, словеса добрые, сладость же их исцеления души. 16-24. И это возлюбленное, я разумею, душевную сладость. Будем желать от всей души. В тайной мастерской души будем производить духовный воск. И божественные слова будем принимать пачи меда и сота. И заметьте, мед, употребляемый в большом количестве, начинает казаться уже не столь сладким, вызывает отвращение и расстраивает весь организм человека. Слово же Божие, принимаемое в большом количестве, не вредит душе, но врачует ее сладость его, исцеление души. Потому тот же самый мудрец противопоставляет мед и слово и говорит ешь меду и немного, а почитать же подобает словеса славная. Прича 25-28. И так будем постоянно употреблять возлюбленные эти разнообразные соты, божественные и священные слова. И как пчелы приготовляют свои соты из многих и различных веществ, но придают им один вкус, так и мы в сотах священного писания, составленных многими и различными пророками, найдем и подчеркнем одно общее учение. Точно так же будем пользоваться и медом отцов, собранным в различное время, но содержащим одну и ту же благодать и одно духовное учение. Но достаточно молитвам и предстательствам нашего общего отцата сподобимся мы, соединив с учением трудолюбия, всегда возгревать божественный закон в сердце своем и исполнять пожелания Давида, чтобы даже в очреве нашем всегда обитал закон Божий, то есть божественные мысли. И тогда, возвышаясь над требованиями своей природы, почитая истину и презирая мир, будем воздавать славу Богу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь.